Никто не играет на хардкоре, но мы проходим от А до Я, то еще и с модификациями для усложнения. Ставим хардкор, включаем весь интерфейс, если есть такая возможность, и проходим игру до титров. Звучит легко, но на деле еще хуже. Хардкор воистину. Безумие заразно. В этот раз предлагаю вам окунуться в игру под названием Far Cry под циферкой 3. Уже в самом начале мы отключили абсолютно все, связанное с интерфейсом. Конечно, простым образом к полному отключению интерфейса подойти нельзя, а приходится лезть в код игры, но это уже прошедшая проблема. Все функции врублены, да и начнем же реализм Far Cry 3. Идем от начала и до самого конца. А, все. Все начинается в клетке, и мы видим нашего главного злодея, который нам составит в позднем времени куча проблем. Слушаем его диалог и вылазим из клетки, и следуем за нашим братом. Идем потихоньку к выходу из лагеря и обучаемся всем основам геймплея, как, к примеру, бросание камешка. Выбираемся до выхода и смотрим на карту, но... А, забыл указать, кто есть кто. Знакомьтесь. Гранд Броди, старший братишка главного героя. Служил в армейке, входил в состав национальной сборной по плаванию. Я не знаю просто, откуда эту информацию взяли и это сайтов, но все же первый на роль. Герой, но не сложилось че-то. Его пристреливает один из главных злодеев игрухи. Вас, Монтенегро. Че тут ты псих, которого ты полюбишь? Полная жеа этого острова абсолютно безумен, очень агрессивен и совершенно непредсказуем. Псих. Чешет яйца. Сидим и смотрим, как у стыкана на первого умирающего персонажа в игре, ведь он... Герой, но не сложилось че-то. После отсылки на Фореста, монолога нашего злодея начинается первая попытка в геймплее, но на удивление это никак не повлияло на первую смерть данной игре. Но это только начало, все еще впереди. Сразу во время лазения по Лианам можно оценить попадание врагов по наму и оценить коэффициент дамага по персонажу. Самая главная сложность будет связана с квиктам ивентами, ну или же на русском моменты, в которых появляются кнопочки, на которые надо нажимать, чтобы выжить или сделать что-либо. Герой в офиге от того, что он убил первого человека в своей жизни и бежит дальше до моста. По дороге за ними гонятся собаки и это самая главная проблема за всю игру, ведь один раз укусит за хуй и игроку сразу же хана. Добегаем до триггера и видим заставку, как мы падаем в воду и нас достают из воды. Видим название игры и мы просыпаемся. Нам делают татуху и мы знакомимся с главным корешем героя игры. Денис Роджерс, Ганнстарт. Поможет с поиском друзяшек, научит быть гэнгстой. Жил в Риберии, уехал в США, после пьянки очутился на Рукайленде. Он нам показывает деревню, оцениваем окружающих тёдачек. Он нам даёт деньги, но вы думаю знаете, на что я бы потратил эти деньги. Но пойдём по сюжету и купим первую пушку. Доходим до вышки, убиваем ее бывшую, ултаем всё вокруг и поднимаемся вверх по лестницам, чтобы включить передатчик. Врубаем передатчик и опускаемся к Денису. Начинаем диалог с ним и сворачиваем себе голову. Узнаём точку, куда нам надо ехать, но для начала забежим в магазин и возьмём себе новый автоматик, который мы открыли за включение вышки. После стартуем на указанную точку. Доезжаем до точки и ищем нужные нам растения с... Прибегаем от кабанчиков и после пробега по месту минут 10 находим всё нужное. Бежим к Денису и показываем ему то, что мы нашли. А именно то, что... ничего. Создаём предметы и прокачиваемся. Нам звонят и говорят о зложнице, которая находится в ближайшем обанпосте. Подправляемся с челом на место, по дороге сбиваем зверюшку. Как уже приехали на место, начинается лютый момент со стелсом. Мы ориентируемся только на свои уши, ведь если кто-то крикнет, то нам хана. Что и происходит буквально через 2 минуты. И первая смерть копилку. Здрасте. Снова идём по-тихому, понимаем, что стелс здесь физически невозможен и кидаем им гранату. Со второй гранатой ошибаемся и приходится бежать куда подальше отзрыва. Красиво всех мочим, уничтожаем нашу последнюю персону и узнаём, что заложницы, а именно нашей подружки тут нету. Базару с Денисом, вводим его куда подальше. Застреваем, перезагружаемся, прокачиваем навыки, берём машину и едем на место. Бежим к дому, желаем наценить таблитосы. И нас встречает долбетос об долбетос, который описывает нам данные таблитосы. Знакомьтесь. Доктор Алик Энхарт. Долбетос об долбетос. Сечёт с грибочков. Наркодиллер. Химия, химия, вся залупа сидя. Он нам рассказывает о тёлочке, которую подцепил в кустах. А так бежала, бежала, но чё-то не добежала. Доктор говорит, что ему нужны грибочки для изготовления лекарств, и мы отправляемся в пещеру за ними. Трудностей по дороге никаких не возникают. Ловим приход, и мы падаем не так, как надо, ведь мы багуемся. Прыгаем ещё раз и прилетаем. Берём грибочки и приносим их об долбетосу. Заходим на хату, болтаем с девушкой Гранта. Ну, того чела, у которого не получилось героя отыграть. Ой, короче. Дэйзи Ли, девушка героя, но не сложилось чё-то. А чё ещё сказать? Ну, блатинка, короче. Говорим о смерти её парня и договариваемся с долбетосом о том, чтобы наши друзья, если чё, у него в пещере сидели. Нет, не в той, о которой вы подумали. Бежим и выпендриваемся с разными скользящими вещами, но довыпендриваемся и погибаем. Звонит Дэннис, говорит, что нужно отправиться к Медузе, чтобы узнать какую-нибудь информацию о друзьях. Едем на место, по дороге врезаясь почти что ни во что. Прибегая на место, стелсуем и снова умираем только ради того, чтобы сохранить прогресс пиратам. Третья смерть. Потихо мы убираем ещё нескольких и отправляемся в рубку. Там слушаем про ПБ. Отражаем атаку пиратов, конечно же, максимально аккуратно, и отправляемся к Гэнсте. Гэнста говорит нам о том, что нужно уничтожить склад оружия на лесопилке, а взамен он нам поможет найти друзей. Подбегаем на место, стелсом проходим до склада, пополняем запас и ставим бомбу. Вспоминаем правила с гранатой. Также оно действует на С4 и мины. Один взрыв, ноль хп, один выстрел и ГГ, четвёртая смерть в деле. Бум. В Анихопе уходим оттуда, подальше и разговариваем о том, о разговоре на Медузе. Узнаём, что ПБ это пиратская бухта, и Гэнстон нам даёт координаты места. Летим на место пиратской бухты и сразу же получаем похлебалу, так как нас заметили, нам приходится долго отстреливаться от пиратов. Ловим кучу эпичных сцен и погибаем из-за глупого пуша в лоб. Приземляемся чуть подальше от этого места, где мы получили полицу, осматриваем местность. И каждого одного за другим мочим по-тихому. Во, даже пиратец подлетел чуток. Проходим в тюрьму, никого не видим и главный герой, прям показывая истинный стелс, кричит следующее. Лиза, я пришёл! Из-за чего нас палят? Идём с полным боем через орли пиратов, ну как сказать идём. Погибаем на первом же коктейле Молдова. Респаунимся и понимаем, что нам хана. Впрочем, как и говорил, седьмая смерть уже рут. Перезагружаемся, кидаем все четыре. Берём дроба, шлутаемся, становимся богатыми. Идём дальше, проходим пуш почти легко, не доходим до места, где держали девушку-героя. Её не находим и ловим удар в жубах. Встречаем снова васа, ну с ним мы уже знакомы. А остальные это кто? Я не знаю, бля, я сам душа не... Лиза Сноу, девушка главного героя. Актриса, любит покричать, опять же не о том подумали. Оливер Карсвелл, куришь Джейсона. Куришь Джейсона, а чё ещё сказать, я хз, бля. Пират васа Хандурш Пшкек, пешка васа. Первый орный, второй похоронный. Сдохнет также первый и следующий ко сцене. После монолога васа дом поджигается. Всё горит, Оливер его уносит. Бежим из горяшего здания, падаем с нашей бабёхой вниз и бежим к тачке. Вспоминаем правила пробела, долбим по полной и начинаем ехать. Вспоминаем про того человека и видим его туда. Ну, уже не видим. Перелазим на спереднее сидение и нам выдают пистолет. Если в Оливере не убить трёх противников, то нас ждёт сразу несколько смертей. Даже если со всеми справиться вначале, дальше будет только хуже. На скорости надо будет попасть две головы. Решил просто нам по стоянке лечиться. И, в принципе, даже выжил. Удивляемся и думаем, что мы спасли вообще не нашу девушку, так как у неё пивное пузо и вообще откуда-то она взяла калаш ещё. Базарим с ней и идём в пещеру. Опять не то думаете, да, блин? Нас попросили поискать инструмент, чтобы починить двигатель катера. Находим инструмент, чиним двигатель, всё. Едем, очень долго едем, ошибаемся дорогой и погибаем. Приходим к Цитре. Базарим о жизни, подкатываем, она к нам подкатывает с каким-то чёрным юморком. Жесть. Нам дают пузырёк с какой-то шнягой, мы выпиваем его. Узнаём всё обо всём, но на самом деле ничего не узнаём. Берём ножик, узнаём инфу о белом человеке в белом. Если что, я не расист. И едем в этот город. Приезжаем в городок под названием Бэттаун. Название говорит само за себя. Приходим в бар, играем в покер. Ну, не играем, но играем. Короче, поняли. Видим белый костюмчик и начинаем за ним следить. Подбегаем к его хате. Он начинает диалог и говорит о том, что здание заминировано и катись. Я нахуй, а взлечу на воздух. Но мы говорим, кто мы такие. И он говорит, что это шутка. Уиз Хантли. Агент ЦРУ. Сраные федералы. Под прикрытием следит за всеми. Норм такой, чебик. Он даёт нам огнемёт и говорит о том, что нужно поджечь несколько полей лука бабушки. Чуть ли не умираем и добираемся до места. Пропускаем триггер сжигания первого поля для более простого прохождения хардкора. Ловим несколько приходов и заканчиваем миссию сразу же после сжигания последнего поля. Так как мины сработали. Мина это вообще сделала просто дело, ебать. Пропускаем триггер сжигания первого поля для более простого прохождения хардкора. Стараемся по-тихому оббежать все поля и обойти все здания до лодки, которую мы должны будем взрывать. Бежим к месту спавной лодки и ставим несколько мин для того, чтобы после сжигания полей спокойно зарвать её. Ловим несколько приходов и заканчиваем миссию сразу же после сжигания последнего поля. Так как мины сработали. Оправляемся к агенту и болтаем с ним. Он даёт нам координаты мест нападения Хойта, нового челика и второго злодея. Но об этом чуток попозже. По дороге захватываем один из омпостов и хватаем у снайпера РПГ, что нам поможет в очень скором времени. Это вам я даю слово. Бежим на место нападения, по дороге всё так же, собираем шкур и прокачиваемся, заходим в один из близлежащих заброшенных рамов и ловим скример. По дороге к зипплайну мы теримся на офигенные триггеры падения. Да блять. И спускаемся для дальнейшего скана врагов и бла-бла-бла. Видим Хойта, он улетает по весёлую музыку, спасаем нашего кореша, который должен будет нам дать координаты встречи пиратов, которые должны были бы передать Оливера нашего кореша. Доходим до хаты без проблем и убиваем атакующих нашего нового кореша. Получаем координаты и отправляемся на точку встречи. Ну, не совсем. Сначала прокачиваемся, добываем шкуру леопарда дедовским способом. И приходим на точку. На точке нас будет ждать жив с пулемётом. Садимся в него и едем к точке сделки. Перестреливаем около снайперской позиции врагов и начинаем наблюдать за встречей. Наблюдаем за пролагами Оливера и смотрим за тем, как его дрючат. После включения снайперского прицела офигеваем от жизни, ведь данная вещица в сделку не входила. Ой, блин. Начинаем острел всей сделки и попадаем в почти что каждого челика. Мы терим всё и вся и проигруем данную попытку. Не дожидаясь следующего поощрения за столь красивое падение у Оливера, начинаем палить, не показывая то, что мы начинаем ненавидеть данную миссию. И да, фишка с уродом работает также и на дружественных NPC, например, на друзей. Именно поэтому в самом начале при захвате авампоста приходилось пробовать играть по стелсу, чтобы не зациклить последовательность смерти в начале игры. Защищаем Оливера до последнего, мучим РПГшника, чтобы он нам не помешал в залезании в моторную лодку. Здороваемся с Оливером и оценим татухи друг к другу, как ганста-гансти. Отправляемся по маршруту и сразу же ловим первые пули, которые почти что останавливают нашу столь интересную миссию. И встречаем следующего персонажа. РПГ-мастер. Скорострел. Первый выстрел всегда мимо. Ну и второй тоже. Приезжаем мимо него и отстреливаем всех проходящих врагов по скрипту. Как только видим вертолет, не задумываясь, палим по нему. Но так как мы задумывались и так сказать, обдумывали все дальнейшие подходы, умираем. Проходим все по новой, палим не задумываясь по вертушке, взрываем ее раньше времени и наблюдаем за красивой физикой движка. Рассказываем Оливеру о том, что его бы продали в любом случае, даже если бы у него остался коллаж за спиной. До сих пор непонятная шняга, возможно, багована из-за изменения в руках в самом начале. Он понимает, что он в полном дерьме и отправляемся в пещеру. Отдаем найденную собачку Аптолбусу с девчонками. Базарим с девушкой, чуток на ее огрызаемся и сразу же телепортируемся в Бэттаун, где у нас начнется следующая миссия. Летая на место, базарим с агентом ЦРУ и узнаем о том, что есть человек, который держит нашего друга. Базарим с Баком, узнаем инфу, что у него наш друг и ему взамен нужен ножик. Отправляемся на точку корабля, который мы должны будем ограбить. Конечно же, красиво на гидроцикле. Ловим прикольный богачок, садимся на транспорт и плывем к кораблю. Пробираемся на корабль, выливаем каждого по-тихому, как только можем, но из-за непонятного палева начинаем тревогу на корабле. В данной миссии впервые появляется новый враг, Джиггернау. Именно для этого мы брали РПГ, по крайней мере на это и рассчитывалось две миссии назад. Но из-за мачете мана погибаем. Погибаем из-за того, что нас зажали со всех сторон и... Делаем абсолютно то же самое, по красоте многих отвлекаем, но все равно палимся и на мясо очищаем все судно снаружи. Уничтожаем Джиггернаута и всех остальных, затем бежим внутрь судна. Тихо и красиво убиваем каждого врага, чтобы не было мяса в закрытом пространстве и идем в грузовой трюм, где исход событий сработает на сложности. Убиваем всех по-тихому снова, хоть даже и были шансы нас палить. Открываем главную дверь с сокровищем и убиваем Джиггера в крысу. Узнаем местонахождение на шеек и корабль взрывается. Конец. Ты смешаешь? После взрыва очухиваемся и плывем к дальнейшему выходу из трюма. Здесь и была самая главная проблема квиктайм-ивентов, так как фиг пойми что нажимать, именно поэтому... Наконец заканчиваем квиктайм-ивент и плывем к окну. После чего базарюсь с Баком и он недоволен. В ночь перед нашей годовщиной мерцельца подъезжаем к Баку, красиво пытаясь задавить. Базарим с ним по душе и мы снова видим наш джип. Заходим в бункер, грабим все что только видим, спускаемся поглубже и попадаем в подпол... А, подпулочный... А, подлодочный порт, где крайне много пиратов. Стараемся драть каждого по-тихому, но это не получается, даем бинок напоследок и бежим дальше. Добегаем до места входа в храм и по тупости тактики нормального режима бей-беги и умираем при касании пирата. С контрольной точки проходим стелсово. Ну, почти. Взрываем главный вход и вбегаем внутрь. Ловим странную шнягу с макакой по имени Сева. Прыгаем в воду. БЛЮТ! Выживаем, дальше просто играем в расхититель, э, гробниц, используем педрайническую фишку с двумя взрывами и движемся дальше. Находим хуёпус и уходим оттуда куда подальше. Встречаем бака, опять недовольного жизнью, базарим о компасе, ловим приход и идём дальше. При подбеге к шахтам умираем с удара мясника и выстрела в бок. Встречаемся с баком, базарим по делу и спускаемся окончательно в шахты. Снова стараемся пройти всё по стелсу, а это тут на удивление даже возможно. Мочим каждого с помощью ножа, но на последнем выходе палимся. Это очень плохо влияет на наши патроны и охуинизм. Дробим каждого очередью из пулемёта и спокойно, не нападая на снайперов, крадёмся за тележками. Лутаемся из-за недостатка патрон и продвигаемся дальше. Расстреливаем все балки, чтобы все камни на потолке упали. Достреливаем все патроны до последнего на оставшихся врагов, берём всё самое нужное и находим СВД. Открываем вход в храм, прыгаем за стены, изучаем, что происходит за картой, а тут происходит полная жесть. Прыгаем вниз, умираем из-за безысходности. Заходим в наикрасивейший зал. Входим в часть компаса и убегаем ко всем чертям. Снова видимся с баком и на красивом моменте игра крашится. Что? БЛЯ! Мы едем к баку, помнищаем к ущелью кругового вида. На камне сидит бак. Лутаем всё вокруг, позBB с ним и падаем вниз. Лутаем каждый синий лист, который нам поможет в ближайшем будущем. Поднимаемся по лианам повыше чуток, находим вход в развалины храма и загружаемся. Находим до мини-водопадика, используем в ускорении и забираемся туда с попытки ТАК-5. По-тихому убираем каждого челика, добираемся до Джаггера на... Совершаем ошибку. Если бы зашли со спины, здесь была бы возможность пройти данную миссию по-тихому, но как-то не сошлось. Подрываем всеми возможными способами данную махину и продвигаемся дальше. Продвигаемся на тросе, убиваем один за другим. Ловим красивенькую гранатку, мочим каждого, экономим патроны. Замочив всех, спускаешься ниже. Доходим до момента с гейзерами. Бежим как вэкшель. Беги, блядь! И доходим до контрольной точки. Здесь на моменте был выполнен всего лишь один залп с ракеты, запомните это. Добегаем до стены, кидаем молотов и гранату, чтобы отогнать врагов от места подъема и ловим второй залп. ГГ. Блядь. Делаем все так же, поднимаемся наверх и умираем. Закидываем гранаты и молотываем, туда же и все так же поднимаемся наверх. Добиваем последнего врага и открываем врата. Бегаем по останкам храма и находим нужен нам трофей. Бежим к выходу и мы уже снаружи. Приходим к Баку, отдаем ему нож и спускаемся в подвал. Кит Рамси, еще один дружок Джейсона, но впрочем и последний. Ачкабур. Меня не покупали, не спрашиваю, что за рука на моей рубашке. Встречаем нашего дружочка-пирожочка, но все не так просто. Нас придает Бак. Начинается квиктайм-ивент, но проходим его с первого раза. Отводим друга в печерку доктора. Кит нам говорит, чтобы мы друзьям ничего не рассказывали и говорит, что наш младший брат мертв. Как раз таки тот челик, которого мы видели в видениях в самом начале. Наш герой в афиге и окончательно сходит с катушек. Цитра к нам подходит, отдаем ей нож. Она нас ведет в еще один храмик, где она спрашивает, чего мы хотим. Мы говорим о том, что мы хотим спасти друзей. Но она, используя нашу психическую нестабильность, переспрашивает тот же самый вопрос. И мы отвечаем, что наше желание убить Васа и Хойта. Дело дрянь, герой почти съехал с ума, Цитра рассказывает нам историю острова и мы уходим. У выхода наш дружок-пирожок говорит о том, что конвой поедет через один городок и мы там должны будем устроить засаду для спасения народа острова. По дороге поправляем руки и по неожиданности умираем. Не-не-не-не-не-не-не, ну блядь, ну ебаный ты рот. Добегаем до города, нам дают С4 и мы минируем автозак. Именно в этой миссии есть два крайне хороших оружия, которые смогут нам ослабить сложность прохождения. Тяжелая винтовка З-93, которая пробивает даже Джиггернаута. И штурмовая винтовка Пи-416, которая вмиг сможет убивать каждого врага. Каждое такое оружие соответствует второй главе сюжета, но это крайне приятный бонус для первой части сюжета. Твою мать, блядь. При приезде конвоя взрываем автозак, отстреливаем каждого врага и пробуем захватить нашу новую штурмовую винтовку. Но, как говорится, не всегда будет все легко. И погибаем. Погибаем потом еще один раз из-за неудобного триггера перезарядки. Потом еще один раз. Ау, блин. Красиво убиваем каждого в этой тяжкой битве. Снова забираем каждое оружие и отправляемся вдогонку за БТР. Чуть не погибаем у грузовика, который нам поможет в погоне. Догоняем БТР, убиваем охрану и открываем двери броневика. И это концовка первого эпизода. Увидимся в продолжении наших эпизодов через несколько дней. А пока поставьте лайк под это видео, подписывайтесь на нашу группу ВК, Стим и услышимся через неделю. Опять же на этом же месте. Опять же в то же самое время. Услышимся. Субтитры сделал DimaTorzok